Теперь, ребята, вот такой вопрос. Какой вопрос вообще? Вот мы начинаем нечто писать. Какой вопрос нам необходимо решить? Нет, я понимаю, для новичка вообще, чтобы написать что-нибудь, ну, для этого не надо вам уроки Бувсуновского, для этого найдите какие-нибудь примеры и просто напишите. Значит, если же все-таки вам хочется владеть документацией и писать на основе документации, да, то есть писать код, размышлять кодом, то значит ко мне. Так вот, ребята, в первую очередь вопрос, который нам надо решить, а мы специально берем проект немножко посложнее, где будут у нас, ну, вы поняли, да, и фолловеры, и друзья, и чат, и все-все, и уведомления. А вы уверены, вы скажите, вам могут прийти новые идеи? Они придут. И нам надо в первую очередь сделать проект таким образом, чтобы его было легко расширять. Но прежде чем мы будем что-то расширять, нам надо решить техническую сторону, как мы будем писать. Есть первый подход, который демонстрируется везде в интернете. Напишите модель, ставьте код, этот код делает то-то, то-то, то-то. Не подходит, не прет. Документация. Нет, профессионалом не станем. Размышления, как расширять, отсутствуют. Ну да, стоят задачи. Везде сделать первый проект. А изучить-то хочется глубоко. Глубоко. Так вот, прежде чем идти дальше углубляться, давайте хотя бы сначала узнаем, а какие возможности предоставляет Джанго? Что, куда рыть, то потом? Вот это уже немножко другой подход. Итак, давайте, по крайней мере, посмотрим такое. Мы с вами из предыдущего видео, оно в описании. Там есть мат, кстати. Кто не любит маты, ну извините, тогда мои уроки не смотрите. Я иногда ругаюсь. Ну, без зла. Мы можем писать функцию. Но если вы заметите, особенно это раньше прослеживалось, да, человек вот начал писать функции, и все. Вот он умеет и больше ничего не делает. Кто-то научился писать классы. А я бы хотел, чтобы вы подумали по-другому. При планировании проекта вы же можете задать себе вопрос. А что мне выбрать для написания представления? Функцию, класс. Что я буду использовать? Буду ли я писать свой личный менеджер? А уже у новичка вопрос, а что это такое? Надо ли мне методы, модели? А что это такое? Вы видите, сколько много всего? Так вот, в такую сторону, то получается, и рыть, то выгодно. Итак, функцию. Ну, я расскажу на очень простом примере. Когда надо выбирать функцию? Первый значимый критерий. Откроем запись. Вот у нас лайк. Кликнули, сняли. Кликнули, поставили. В данном случае нам четко понятно начало, конец и сама задача. В данном случае навряд ли будут какие-то расширения. Смело можно выбирать функцию. Иными словами, функция выбирается согласно. Тогда это не догма. Это просто рекомендация. Когда четко понятно действие, и оно навряд ли будет меняться. Мы сейчас не будем рассматривать код. Просто есть понимание, что поставил клик. Кликнул. Лайк есть. Кликнул еще раз. Лайка нет. Здесь особо нечего расширять. Второй момент. Если вы в чем-то сомневаетесь, и все равно вам кажется, возможно, я это изменю, возможно, я это изменю потом, да, можно переписать код. Ребята, смело выбирайте класс. Почему? Потому что функция как метод может входить в класс. Все. То есть классы, это универсально. С функцией понятно. Вот это чуть дальше рассмотрим. Теперь, когда же выбираются классы? Классы выбираются и когда надо сделать простой сайт, и когда сложный. То есть классы подходят для всего. Но в первую очередь класс обязательно выбирается тогда, когда мы четко понимаем, что это наше не последнее расширение или изменение. То есть мы четко понимаем, что будем дописывать, когда придут идеи. Вот поэтому здесь очень важно, очень важно понять простую вещь. Выбрать стратегию. Прежде чем пойти дальше, если вы новичок и собираетесь именно разбираться в Жанго, зарабатывать на Жанго, отвлекусь, мне запомнился парень. Ну, мне на самом деле с 17-го года люди начали устраиваться после школы на работу. Мне запомнился парень с Москвы. Гланин фамилия, помню. Так вот, он спустя время написал, что школа для него стала стартом. Он разносил, продавал телефоны. За два года изучил Жанго. У него была цель, он разобрался в Жанго и отлично изучил Аякс. Мы это будем делать с вами тоже Аякс. Это и есть без перезагрузки страницы абсолютно любые действия. Полезные для написания магазинов и разной-разной хрени. Для чего угодно, да? Когда нам надо без перезагрузки. И работает в банке. Первый парень был, который написал вообще, он вообще изучил только тогда Python, не Джанго. И начал программировать табло. Ну, там для всех, для таксистов, для всех. Ну, табло, короче. И почему-то запомнился парень с Украины. Где-то у меня там есть картинка. Он тоже рыл, рыл Джанго, рыл эти уроки. А потом написал. Меня взяли этим, как это называется там, по-умному сейчас, по-современному, интерном или как. В общем, грубо говоря, написал так. Меня звали. Взяли на тестовый период, дали мне написать сайт на Джанго. Я им написал. Ну, в общем, все окей. Сегодня он тоже работает. То есть, человек владел вопросом. А я хочу, чтобы вы были профи. Ладно. Так вот, ребята. Если мы не знаем, вы новичок особенно, но вам надо рыть куда. Выбираем максимальный подход, который нам позволит расширить и сделать все, что угодно. Максимум. Подход максимум. В себя включает. Конструкция класс. Иными словами, выбираем классы. Вопрос стоит. По-чему? Почему? Действительно, почему выбираем классы? Ответ даем. Максимальное расширение проекта и возможность написать, переписать под любые нужды. Этот, следующий, любой, ключевое максимальное расширение. За счет чего? Действительно. Пункта первая. Джанга имеет мощную базу классов и миксинов. А миксинок ниже. Для многих не пугайтесь. Не надо падать в обморок. Это все очень просто. Имеет мощную базу. Мы с вами поступили следующим образом. Вы сейчас получаете доступ. Топаете прямиком к урокам. И, как я говорил ранее, до сайта проходите эти уроки. И там будут уроки около 40. Лист вью. Наша задача была понять, как работает лист вью. И научиться перепределять методы. Что мы успешно сделали. Джанга предлагает переопределять определенное количество методов. Далее есть detail view, update view, form view. Ну, в общем, всего наделано. Delete view. То есть и все они работают по одному и тому же принципу. Разобравшись один раз с методами, у нас появляются мощные вещи для разработки. Мы с вами говорили, что все у нас будет крутиться вокруг чего. Вот здесь максимальный подход. В отношении чего? Понятно. В отношении вот этих вещей, которые мы говорили. Чтобы было максимально комфортно, сделать три вещи. Разместить. Это же англоавтоматом. Извечь. Вот тут мы выбираем класс. Извечь. И показать. Максимально комфортно. Итак. За счет чего? Первое. Класс в Python. Сам по себе. Имеет возможность. Сейчас посмотрим. Приходится. Открыл много проектов, потому что все надо показывать вам. Множественного. Наследования. Сейчас мы поговорим об этом. При создании каких-то классов мы можем их ставить в скобочки, где должны быть параметры. И будут применяться дополнительные действия к классу. Открываем. За счет чего? Множественное наследование. Второе. Это дает возможность использовать миксины. Третье. Использовать собственные менеджеры выборки. С базы. Сейчас объясним. Четвертое. Использовать методы модели. Модели. Методы модели можно использовать и в функциях обычных. Собственные менеджеры тоже. Но вот миксины нет. Но здесь есть нулевой пункт, который мы с вами посмотрели ранее. Класс имеет заготовку методов, которые прекрасно работают, и их можно подстроить под любые случаи жизни. Не подстроить, будет правильно сказать, а переопределить. Это я вам уже говорил. Да? Где это есть. Теперь, ребята, еще один важный совет. Дабы у нас не было «смотрю и нифига не понимаю», поэтому повторяю еще раз. Ребята, смотрите. Лист вью. Здесь около 40 уроков. Они должны быть пройдены до понимания, когда мы это все делаем только опираясь на документацию. Вы знаете критерии, чем отличается хороший программист от плохого? А он один. Хороший программист знает, что, где найти и как использовать. Плохой программист пользуется только одним – Google. Все ищет. И все. Что так, что так. Но при этом я же не против Google. Я против того, чтобы вы обходили справку. Вот если справка и Google, это будет здорово. Потому что вся информация есть в справке. И это отличие моего курса тоже. Потому что мы все время в курсе работаем со справкой. До ее понимания. Открываем. Уже, наверное, в следующем видео рассмотрим. Потому что это видео уже будет перегружено информацией немножко. Итак, первое – методы, которые можно переопределить. Ну, декораторы. Я здесь даже не упоминаю. Это можно и в функции, и в классе. Но это универсальное. Поэтому мы сейчас это и не трогаем. Открываем Pandas. Большой проект с машинного обучения. Так. Нам надо... Сурш-код. Я не помню, где я смотрел. Но я показывал ранее. Сейчас попробую вам показать кое-что. Вот. Вот смотрите, ребят. DataFrame. Ops. Mixing. То есть, запомните простую вещь. Ни один серьезный проект Python не обойдется без миксина. Сейчас мы рассмотрим, что это такое. Потому что умные слова тут Бовсыновский говорит. И, ну, сейчас не хочу искать. Но здесь они очень широко используются. Открываем. Django-код. Здесь все намиксено. При этом, я вам скажу честно, до версии 2010 Django так не использовала. Миксинг, как сегодня. То есть, по сути дела, все, что мы делаем, это все миксины к основной модели. Итак, прежде чем перейти дальше, давайте хоть расскажу. Вот, затронул миксины, да? Мы сейчас рассмотрим подробнее. Миксинг – это примесь. Еще одними словами. Примесь – это дополнительное действие, дополнительное действие к классу. Рассмотрим подробнее, но сейчас расскажу. Есть у вас блог, либо там сайт. В общем, есть какие-то записи. Не важно, что там. Картинки, видео, аудио. Не важно. Важно, есть записи. Есть два варианта. Первый вариант. Мы создаем какой-то просто класс без миксинов. Да, допустим, запись всех курсов. Ну, или там картинок, или все. И далее прописываем метод. GetCuryset. Как я говорил, когда мы открываем классы, то мы все это изучали. Есть методы, да, выборки объектов, именно откуда, а тут же, что я и говорил. С базы данных при помощи API. То, что мы уже проговорили. И мы пишем метод. Либо поступаем другим образом. Мы пишем отдельный класс, но называем его миксинг. В каком случае так делается? Чтобы убрать пугающий миксинг, представляете, это дополнительное действие. В данном случае у нас есть модель. В ней есть поле пользователей, которое ссылается на стандартную модель Django, юзера. Юзер имеет логин, пароль, все, что нам нужно. Мы создаем миксинг, которым прописываем один метод. В данном случае это идет переопределение метода, который мы как раз-таки откуда брали. То есть, одного из методов. Так как зацепили этот метод, то мы видим здесь метод супер. Это просто тоже придется объяснить. Хотя я рассказывал, почему мы применяем метод супер. Супер метод применяется для того, чтобы выбрать родителя. Это, возможно, сложно для новичка. Но расскажу проще. Вот видите все эти методы. Их много. Когда мы указываем метод супер, мы видим класс. Вот он создан. И вот мы его указали. Значит, все изменения будут применены только в отношении этого класса. Это и называется выбрать родителя. Супер. Мы указываем родителя. В данном случае это тот же класс, к которому относится. Во всех остальных классах эти изменения не коснутся. Поняли. Для того, чтобы коснулись, мы когда вот вставим вот этот миксинг куда-то, тогда они коснутся и других классов. Но они будут все равно выполняться этим классом. То есть ниже мы видим овнер миксинг, где идет выборка. Опять же, ну это старый код. Опять же, кс раньше писали, кэрюсет. Супер относится к классу овнер миксинг, то есть относится к геткерюсет. В курсах мы рассматривали подробнее. На самом деле, почему мы это делаем? Все, опять же, банально просто. Если мы берем документацию джанга, в югенерик, именно этот путь мы импортируем. Обратите внимание. То здесь мы видим вот этот метод. Геткерюсет. Исходный код. Что здесь мы видим? Мы видим, мы проверяли это в Юпитере, я рассказывал. Нам здесь, новичкам, может быть, только был непонятен. Только один момент. Скорее всего, это где она делась? Метод из инстанции, который проверяет принадлежность. Это мы рассмотрели и опускаем. Здесь мы видим две вещи. Мы это все в уроках изучали. Что на самом деле керюсет можно выбирать без менеджера, о котором мы говорим. Да, уже. И можно с менеджером. Вот написано. Керюсет, то есть сама выборка, будет происходить. Идет обращение к памяти. Далее. Модель Default Manager. Именно то, что мы говорили, называется у нас Object. Просто в исходном коде это выглядит именно так. Object это метод. Это, грубо говоря, сам метод Object. Но выглядит он в исходном коде именно так. Ты где делся? И далее, что мы видим настройки менеджера метод Alt. Не сложно открыть керюсет, найти метод Alt и понять, что он выводит все. То есть это и есть поведение по умолчанию. Поэтому я всегда говорю ребятам без исходного кода, а мы разбираемся потихо. Вот так и надо разбираться. Это, кстати, RussellKate маги. Вот. Исходный код дополняет документацию. То есть в данном случае мы имеем керюсет какой? Выборку всех объектов поведения по умолчанию. Эй, где-то делось. Когда мы применяем метод супер, мы берем вот этот метод гетки-рюсет, который, в принципе, мы говорили, есть в классах. И его переопределяем. Это называется переопределяем. Иными словами, место метода Alt мы поставляем какие-то другие методы. В данном случае, в данном коде говорится следующее. Выбрать родителя класс OVNER Mixing и принимить в отношении его, переопределить метод. То есть в других классах Get керюсет он не затронет. Только в этом классе. Благодаря методу супер. И далее указывает сам метод. Что должен возвратить метод? KS переменная, которая указывает на класс. Дальше фильтр один из методов выборки объектов. Мы о нем говорили. Мы применяем, когда надо что-то выбрать. Допустим ID по ID по заголовку по чем угодно. Фильтр как поиск читайте. Все что угодно можно ввести. Далее Owner наше поле которое создано в данном примере да и которое ссылается на юзера запросить self то есть обратиться к памяти request отправить запрос и вытянуть данные конкретного юзера. Вот и написали миксинг. То есть действия по выборке в данном случае конкретного пользователя. Далее опускаемся низы и смотрим. Пользователь открывает курсы и выбираются курсы которые принадлежат только этому пользователю. Просто просто. в данном случае благодаря множественному наследованию мы сюда ставим два миксина. Первый миксинг написанный нами который и будет выбирать по конкретному пользователю. Второй миксинг стандартный миксинг Жанга с 1.10 либо можно мы я вам еще показал установить Жанга Брек из библиотеки в уроках увидите там тоже это все есть. Этот миксинг говорит если пользователь не авторизованный нажмет на страницу страница не откроется откроется форма входа где пользователю будет предложено войти ввести логин и пароль как только он вошел второй миксинг выберет все записи только относящиеся к этому пользователю. Ну и далее все банально просто мы указываем какие поля нас интересуют выбрать и куда перенаправить где будут находиться эти выбранные данные это в данном случае пользователь но ведь миксины могут быть абсолютно разные иными словами надо понять что миксинг это мощная стратегия как вы увидели жанга написана в многом на миксинах то есть практически стоп слушаем поставили кофе сосредоточились и слушаем одну простую вещь используя миксины вы сможете расширить функционал не ломая код и ничего не переписывая то есть вам понадобится если вам понадобится дополнительные действия поэтому я и сказал что если вы пишете серьезный проект выбирайте максимально а максимально это программирование на классах пока думаю хватит скажите ребят я что-то сложное рассказал я думаю что то что я рассказал способен понять ученика но мои курсы по крайней мере понимали дети 8 лет вопрос как преподнести и закончу опять же скажете Баршиновский ты уже задолбал да ладно но мне надо повторить это ребята от того будете вы писать или не будете зависит только от подхода изучения джанга если вы выбираете подход как я показывал ранее да ну типа того что мы просто повторяем что-то этот подход писать вы никогда не будете пока его не измените потому что повторение без понимания что и зачем смотрите сколько я вам всего рассказал за короткое видео и у вас появилось смотрите сколько вопросов вам понятно стало оказывается и то и то надо разевать а здесь что мы сделали это большинство так устроен интернет по одной странице далее а дальше все так вот что значит изменить подход я вам сказал есть вещи которые должны быть до создания сайта изучены досконально это URL мы не должны отвлекаться на URL это первое и второе как мы будем планировать представление да работать над планированием представления мы об этом поговорим чуть ниже возможно и в платных уроках то что я говорил сначала идет планирование сначала как прежде чем писать представление мы должны убедиться ага мы это выберем в базе так все понятно теперь можно писать представление но прежде чем писать представление наверное нам надо подумать. Это для новичка. Вставьте URL, и он делает то-то, и автор хрен знает дальше вообще, что оно делает на самом деле. А ведь у нас появится очень много вопросов. Каких? А как нам извлечь, действительно? Послак. Мы делаем социальную сеть. Вот я показывал ребятам пример. Хорошо. Мы делаем социальную сеть. Послак. Добре. А теперь стоит вопрос. А слак у вас будет уникальным? Ну, два человека могут одну и ту же запись внести? Вы скажете, не могут. Ну, тогда возьмите ВКонтакте. Там, если Иванов, Петров, Васечкин напишут одну запись, она будет работать? Будет. С другой стороны, если вы... Маленький проект, одно. А если большой проект? И человек каждый раз, там 10 тысяч людей, 10 тысяч человек, или там 100 тысяч, или миллион. И, возможно, возможность одинаковой записи огромнейшая, да? А теперь представьте, вы ставите в социальной сети, что послак, то есть, ну, вы понимаете, что такое слак, да? То есть, почем открываться? Вот эта вот вещь в адресе, да? Чтобы было читаемое, человекопонятное. Нельзя. И тогда куча людей начинают тыркать кнопками. Ой, первый вариант подобрали, уже есть. Второй вариант уже есть. Не пойдет. Значит, слак нам можно, но надо добавлять ID. Ну, как мы будем размышлять об ID, если мы даже не знаем, как URL? Нас пока хватает на то, чтобы вставить тупо, и оно заработало. А где тут размышления? А на эту? На эту? Размышлять-то надо чем-то? Так вот, чтобы это что-то появилось, давайте-ка вы не дурите голову не себе. Себе, в первую очередь. А вот это должно быть пройдено. Чтобы, когда мы начнем работать с представлениями, чтобы мы говорим действительно, ID нам надо или нет. А чем отличается namespace от ID или слуг? А можем ли мы namespace в пространство имен применить со слак? Смотрите, сколько вопросов. Так они все ответы уже должны быть. И представления, методы переопределили, мы понимаем, о чем говорить. Можно идти дальше. Вот в этом и заключается мой подход. Заканчивая, скажу так. Определенным образом, как показал, есть базовые вещи, которые должны быть уяснены. Что там сложного? Делай уроки, просто напиши 5-7 приложений, пока. Что? Пока не будешь работать только с доками. Проминул доки, ребята, пиши пропало. Вечно болтающийся гугловод будете. Искать? Что искать? Зачем искать? Кому искать? О! Нет, ребята, доки. А вот, допустим, набрать GetContextData, посмотреть Google. Да это пожалуйста. Но доки, это начало. Вот такой подход. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok